Я думаю, что теракт не имел никакой причины, связанной с Россией, с сближением с Турцией и Россией. Но теракт повлияет в обратную сторону на более интенсивное сближение России и Турции. Теракт еще раз продемонстрировал о том, что турецкая политика в Сирии находится в тупике. Турция во главе с Радоганом хотела использовать и джихадистов, и исламского государства, и Джабхат Ан-Нусры для того, чтобы свалить Башар Асада и сделать такой более дружный, марионеточный себе режим Сирии, а может быть даже забрать часть территории Сирии. Это привело к тому, что война с курдами перекинулась с сирийской и иракской на турецкую территорию. Это привело к тому, что джихадисты исламского государства сначала получили турецкую помощь, а потом начали организовывать взрывы в Турции. Поэтому этот теракт приведет к тому, что руководство Турции захочет, как мне кажется, не просто помириться с Россией вообще, а и помириться с Россией в том, что касается сирийского вопроса, и найти какой-то совместный компромисс по разрешению турецкого кризиса. Я думаю, что компромисс заключался бы в том, что на пограничных с Турцией сирийских территориях, где проживают туркоманы, тюркоязычные жители, там какую-то долю участия в экономике, в государственной жизни, в безопасности играла турецкая провинция для того, чтобы она могла защитить своих тюркоязычных граждан. Кроме того, против протурецких позиционных сил прекратились бы жесткие бомбежки, как она и есть сейчас, но в ответ на это протурецкие силы согласились бы участвовать в национальном примирении. Вот такой компромисс, мне кажется, будет найден между Турцией и Сирией по средней части России.